Что конкретно вы хотите поменять в Конституции Беларусь? Ну, знаете, очень много, и вы в том числе, говорите на эту тему, а зря. Я, когда затрагиваю серьезные вопросы, я меньше всего импровизирую и стараюсь лишних слов даже не говорить. Говоря о Конституции, что мною было сказано? Первое. Что такое Конституция? Конституция – это закон. Основной закон. И все законы, подзаконные акты, которые потом в развитии Конституции создаются, они должны соответствовать этому основному закону и его не нарушать. Истина? Истина. Законодательство, законы – это живое. Постоянно развивающееся, совершенствующееся и так далее и тому подобное. Так? Так. Жизнь идет? Идет. Жизнь требует изменений. Сравните ту жизнь с нынешней жизнью. Многие из вас совсем молодые люди, они вообще уже забыли, какая была жизнь тогда, когда принимали Конституцию, потому что кто-то под стол пешком ходил, кто-то в школу, кто-то в детский сад. Но люди постарше помнят это, и никто не будет оспаривать тот факт, что жизнь изменилась. И коль жизнь меняется, мы не должны отставать от этой жизни, отстанем плохо – это большой недостаток, это большие материальные потери, потом это будет дороже. Поэтому, чувствуя, как изменяется жизнь, я заявил о том, что когда-то мы придем и к изменению нашего основного закона. И вот главный вопрос, который и вас волнует, и других. Когда? Не знаю. Я не знаю, но знаю точно, что еще этот момент не наступил. Многие, точнее скажу, некоторые функции от президента должны перейти к другим ветвям власти. Особенно надо усилить роль вертикали власти в части исполнительной власти. То есть, есть вопросы, которыми президент должен заниматься, и это святое, и это должно быть прописано в Конституции. Если что случится, народ же потом спросит, когда Лукашенко не будет. То есть, меняется жизнь, должны меняться законы.